Друзья, всем привет! С вами Минутка новостей с Иваном Кузьминовым. Как говорится, пройдемся по новостям. Мэр Ялты поддержала идею создать аналог Евровидения и предложила проводить конкурс в Крыму. Первоначально с идеей российского Евровидения выступил продюсер Иосиф Пригожин. И вы знаете, друзья, я полностью поддерживаю данную идею. Я полностью поддерживаю данный конкурс. Потому что даже если не брать во внимание последние события, за которыми мы все сейчас следим, если взять 3, 4, 5, а может быть даже 10 лет прошедших, я считаю, что конкурс Евровидения превратился в полностью политизированный проект. Если нужно какую-то страну вытащить, какой-то стране дать призовое место, то это так и случалось. И мы за этим с вами уже давно наблюдаем. Уже не один раз заявлялось о том, что конкурс Евровидения – это полная лажа. Поэтому смысл туда вообще ездить. Как всегда, получается, едет у нас один представитель из России, поет песню на нашем, например, языке. И что происходит дальше? Те же самые бурановские бабушки. Кто их пригласил куда-нибудь выступать за границу? Ни разу такого не было. И смысл тогда всего этого конкурса. А если проводить конкурс нашей песни у нас на территории, я не имею в виду именно Крым, можно проводить в Москве, в Питере, можно проводить в Сочи, без разницы где. Но показывать, что это наши ребята, наши молодые таланты, которым нужно давать дорогу именно у нас на эстраде, на нашей земле. Я думаю, что это было бы правильнее. А кто хочет ездить за границу выступать, пожалуйста, ищите спонсоров, езжайте, выступайте. Но не рассчитывайте на то, что вам будут давать призовые места, особенно в свете последних событий. С вами была Минутка новостей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите ваши комментарии по данному поводу. И берегите себя. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok